Итак, друзья мои, лучшие тусовки, которые вы сможете наблюдать. СПБ РТ и Реал Масл СПБ. Сегодня, в Хэллоуин, самая страшная туса этого года. Вам понравится. Погнали! Хэллоуин – современный международный праздник, восходящий в традициях древних кельтов в Шонландии и Ирландии. Первым обычаем одеться в наряды был зарегистрирован в 1985 году, когда весь ходили по домам и за это получали вкусности, сладости. Но для русских это ролевые игры. Как мы нашли эту локацию? Мы сюда заехали чисто случайно, нам было очень страшно, нам что-то привиделось. И мы отсюда уезжали просто с бешеной скоростью, потому что нам показалось, что за нами кто-то летит. Сколько мы с командой не были на разных мероприятиях, у вас всегда оно все классно душевное идет. Будет выступление стриптиза, в таком шикарном образе девочка приедет. Тотально так все это разденится. Будут выступления рэп-исполнителей, диджей у нас играет, один из топовых. Плюс автозвук сопровождение. Ну это как всегда. Света нет, освещение вообще никакое, от фар никакого света. Вспышками ничего толком не вытянуть. Здесь холодно, я подошел к машине, она покрылась льдом. Но хорошо, что костюм еще хоть утепленный. В студии Торнхен нам предоставили вот эти отличные костюмы. Так что если вдруг кто-то что-то хочет взять, надо поспешить. С этим всегда такая проблема. Мы, благо дело, успели. У них огромное костюмерное. Они делают специальные костюмы для косплеев. Они делают костюмы для фильмов, сериалов, исторических реконструкций. Ссылочка будет в описании. Каждый найдет себе все, что захочет. Кстати, наши костюмы стоят где-то 2-3 тысячи рублей. И это недорого, и можно сделать хороший фотосет и без проблем. Ничего себе! Вот так бывает! Девчонки, Girls Racing Team сегодня на подготовке. То, что вы видите в помещении, это все сделано руками. То есть все баночки в том же баре. Все подготовлено нашими девчонками. Как всегда классные тачки. Они сегодня все в образе. Я смотрю, вы с Максом такой очень мощный тендем образовали. Это редкость, когда мы с человеком 24 на 7 были на прямой связи. Постоянно что-то обсуждали, что нужно, какие-то мелочи, доработки. Он идейный классный. Вы просили, чтобы в кадре иногда появлялись модели парня. Пожалуйста, встречайте. Александр! Как же назвать сегодня этот ролик? Давайте его назовем Фредди против Джейсона. Я не Джейсон. А кто ты? Пусть подписчики догадаются сами. Честно, я не понял, что это за фильм. Или это «Техасская резня бензопилой», или какой-то другой фильм. Напишите в комментариях, что это за фильм. Ты единственный, кого за полгода пригласили на съемку мужского холода. Остальные все девочки снимались. Я очень рад этому. Спасибо большое. Смотрите, кого мы смогли найти. Дима и Илья. Они привезли сюда фотозону. Не просто, а неоновую. То есть весь движ сейчас идет по фоткам здесь. Это очень интересно. Разный такой неон. И мы столкнулись, что многие хотят сделать фотосессию в неоне. И мы сейчас пообщаемся с ребятами. И если что, сделаем какой-то выпуск именно в студии, которая посвящена неону. Это будет очень интересно. Вы знаете какие-нибудь фотостудии в Питере с неоном? Нет, мы фотостудия первые. У нас даже история начинает с того, что мы не нашли фотостудию в неоне и решили сами открыть. А у вас своя фотостудия, посвященная неону? Давайте снимем ролик. Давайте. До проблем. Помимо нашей фотостудии, мы сможем выехать к вам на мероприятие. Все условия обговариваются либо в нашем инстаграме, либо в ПК. Ссылочку на ребят я оставлю в описании. Александр, как вам пришла в голову такая идея расчлененки? Когда бинтами забинтовываешь, они как-то сами расчленились, потому что их потом не собрать. Там как-то по зазорам поведевать. Потом накидать, да? Да. И я решил, ну неинтересно, если они будут просто лежать. Пусть они будут. Не, мне просто кажется, Саша так хорошо водит, что они были в идеальном состоянии. Но просто пока он ехал по кочкам сюда, да, они уже с дырками оказались расчленены. Он открывает. О, так и хотел. И больше, ближе полутора метров не забираться по этому маске. К нам присоединилась сегодня еще новый фотограф Наталья. Она нашла нас в паблике модели на неделе. Как только увидела, сразу захотела присоединиться, потому что вот такой вроде формат мне очень нравится. Самое приятное, что Хэллоуин совпал с полнолунием. Кстати, первый раз, да? Да, да. И кадры получаются шикарные. Особенно я снимала девочек на фоне Луны. И это просто феерично очень получилось. Замечательно. Ну что ж, будем ждать вас снова в наших выпусках. Дальше мы готовим зимний дрифт. Зимний дрифт. На Новый год что-то будет? Скорее всего, да, но мы пока еще... У нас всегда очень мысли спонтанно приходят. Контингент здесь меняется постоянно. То есть есть какие-то машины, которые вы увидите практически на всех мероприятиях. Вокруг всегда меняется, меняется, меняется контингент. То есть постоянно обновляется, постоянно там наоборот приезжать теку давно не было. Поэтому такое разнообразие. Где Дима, черный комар? Он продал комаров. Как? Вот так. Он изменил себе? Он продал комаров. У него сейчас мысли будут. Американцы, они брутальные. Они красивые. То есть они такие мощные. А что касается именно комфорта, если ты постоянно за рулем, тебе нужно ездить, то безусловно только Мерседес. Самая интересная машина сегодня, одна из самых интересных у Саши. Потому что очень много съемок проходит рядом с ней. Саш, твоя угнал. Моя? Зашел. Моя машина, да. Аэрография давно на ней была. В огнях, поэтому с черепом и номераторе шестерки. Поэтому сам Бог велел к вам не приехать. А чем ее было стилизовать? Слушайте, у ребят, обанкротился магазин с манекенами. Серьезно? Да. Сколько раз уж не. Я их забрал. Здесь было недавно ДТП. И, ну, лишняя дырка, которая не оказалась лишней. Подожди, то есть это ты не готовился к кэллоуин? Да, я забрал. А дырки в головах. Только потому что не за что было их привязывать. Чтобы они не улетели по кадру. Так, у нас подарки, соответственно. Один из подарков мы даем Диме. И поздравляем его с покупкой новой машины. И каково это быть Мерседесом? Сожжем, как Литвин, свою. У нас спонсор есть. И он делает вот такие вот интересные шоколадки из натурального шоколада. Это тыква необычная. Там, когда ее разрезаешь, там бисквит, вкусняшки. И, в общем-то, очень-очень вкусная. Конечно же, это организатором. Парень, который этим занимается, он вообще творит чудеса. Делает это все из 3D. Потом отливает фигурой. Берет специальный какой-то шоколад. Потом это все делает. И вообще такие красавицы у него получаются. Ленин, большое спасибо. И Диме, спасибо за дружбу с нашим каналом. Твой цвет глаз, это твой натуральный? Конечно. Конечно. Все женщины ведьмы. Просто они меняются, вот бывает, глаза храмеллёны. Вот у меня к вечеру они такие. Пошлите отсюда, мне страшно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не бесите Фредди. У нас остался последний приз, с которым мы хотели включить модели. Какую модель ему кучить? Самой красивой? У нас там не было самых красивых моделей. Это было хорошо. У нас были все самые страшные. У нас были очки, да? Все страшные модели. Хорошо. Значит, надо включить тому, у кого самый красивый костюм был. Правильно? Был, в принципе. У вас? У вас, да. Надо разыграть, надо разыграть между моделями. Ну, как-то тяжело его разыгрывать. Ну, зачем девочкам много сладкого? Они толстые. Полкило сладкого. Давайте так, напишите в комментариях, какие подарки и призы можно делать нашим моделям. Слушай, реально очень вкусно. Я думаю, модель не любится. Гадость. Гадость редкостная, так что мы вас спасем. Скриптиз сейчас для вас. Не сейчас. Я раздеваюсь! О, давай! О, давай! Я вы! Уже у него скриптиза? Вот он скриптиз! Так, дайте шуму! Скриптиз, как парень танцует. Одна из самых интересных... Слушай, что не нашел, за руку пивал. Номера тоже специально к Хэллоуину заказывали? Это родные, заводские? Нет, родные. Родные номера, да. То есть это твой праздник? Да. Заблудился случайно сюда приехал, да? Да, да. Вообще я сено ел. Я сено ел. Нам один из спонсоров этого ролика предоставил сладкие призы. Я подарил Максу, а он его передарил ребенку. Что идите, отбирайте, и мой вам подарок от ребенка. Я не знаю, как Макс, но я отберу. Хорошо. Мы сейчас увидим эту драку эпохальную. Сегодня такое дерево, в принципе, я не очень люблю детишек. Поэтому я с радостью отниму этот портик. Замечай. А меня по спине гладите вы или на самом деле? Мне просто понимать, кому глазки строить. И вот когда он предложил бычка, я думаю, ну зачем сейчас брать? Но дело в том, что он еще тренер по боксу. И как-то спорить с ним не стал. Думаю, ничего страшного. Продолжение следует...